Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Санкт-Петербурге начал работу Международный экономический форум. Делегацию Самарской области возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. В городе реализуется муниципальная программа поддержки предпринимательства. Какие виды помощи получают бизнесмены? Любви вся набережная покорна. Это чувство стало темой фестиваля Волгафест, открывшегося в Самаре. Подарок для любителей здорового адреналина в Струковском саду обновят скейт-площадку. Он изображает на своих полотнах жизнь во всех ее красках. В художественном музее открылась выставка работ самарского художника Вадима Сушко. В Санкт-Петербурге начал работу Международный экономический форум 2023. В этом году его участниками станут свыше 17 тысяч человек. Делегацию Самарской области на форуме возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. Он прибыл на автомобили «Лада Веста», чтобы продемонстрировать тольяттинскую продукцию. В рамках форума пройдут десятки деловых встреч. Традиционно результатом работы на форуме становятся новые инвестиции и рабочие места. Например, по итогам форума 2021 года были заключены соглашения, обеспечивающие для региональной экономики порядка 60 миллиардов рублей инвестиций. В 2022 году – 70 миллиардов. На форуме 2021 губернатор Дмитрий Азаров заключил соглашение с руководством компании «Озон» о строительстве в регионе «Фулфилмент-центра». Он уже открыт в Чапаевске. После выхода на полную мощность центр обеспечит работой свыше 6 тысяч человек. Еще 10 тысяч рабочих мест будет создано в логистическом центре «Вайлберес», строительство которого завершится в этом году. Одна из главных задач участия делегации региона в форуме – поддержка местного бизнеса, продвижение продукции самарских предприятий. В прошлом году контракт на 4 миллиарда рублей заключила компания «Пегас Агра». Она уже ввела в строй производственную площадку на 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, по итогам прошлого форума в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске реализуется программа по модернизации коммунальной инфраструктуры. А в Самаре, Тольятти и Волжском районе будут сданы в эксплуатацию три новых школы. Первую встречу на форуме губернатор Дмитрий Азаров провел с послом Республики Иран в России Казимом Джалали. Сегодня Иран – один из ключевых партнеров России и развитию отношений между странами уделяет особое внимание президент России Владимир Путин. Глава России и президент Ирана Ибрахим Раиси ранее выступили за реализацию взаимовыгодных проектов в различных сферах. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов сферы здравоохранения региона в преддверии профессионального праздника. Он отмечается в 3 воскресенье июня и в этом году приходится на 18 число. Торжественные мероприятия прошли в Самаре и Тольятти. В областной столице глава региона наградил лучших медработников – тех, кто много лет отдавал профессии, авторов современных методик лечения, наставников в медицине, которые участвуют в подготовке молодых специалистов. Губернатор подчеркнул, что система здравоохранения области выстояла в непростой период пандемии и укрепила свои мощности. Благодаря реализации национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным, государственных и региональных программ, за последние 5 лет построено 115 и отремонтировано 192 объекта здравоохранения. В регионе полностью обновлен парк машин скорой помощи. Возрождена санитарная авиация, которая спасает жизни людей в критических состояниях. Возведен новый корпус областной детской инфекционной больницы. Оснащены новым оборудованием 10 сосудистых центров и отделений. Созданы 8 центров амбулаторной онкологической помощи. Открыто 7 новых современных поликлиник. Всего было приобретено почти 14 тысяч единиц различной медицинской техники. В Самаре продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Охоть за работ на одном из объектов на улице Красных Коммунаров расскажет Галина Топилина. Под контролем специалистов и общественников на улице Красных Коммунаров ведется ремонт проезжей части. Ее обновляют на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». После фрезерования в границах улиц Калинина и 22-го портсъезда подрядчик обнаружил ослабленные участки основания. Перед укладкой нового асфальтобетонного покрытия необходимо произвести укрепление основания дороги. Будем устраивать три коробочки в общей площадью 2000 квадратных метров. Будем устраивать на всю ширину проезжей части, но чтобы не ограничивать движение транспорта, мы делаем по половинкам. Подрядчик производит выемку непригодного старого грунта, избавляет участок от непригодной дорожной одежды, занимается разработкой и уплотнением основания. Технология послойная. Укладывается слой песка в 20 сантиметров, сверху два слоя щебня по 14 сантиметров каждый. Только после этого подрядчик приступит к укладке асфальтового покрытия. Обязательным условием выполнения работ на объектах в рамках нацпроекта является применение современных материалов и технологий. Данного года применяется специальный щебень, то есть это узкофракционный щебень, который лучше уплотняется и способен выдерживать более тяжелые нагрузки на основание дороги. После устройства песчаного и щебеночного основания выполняются ротли в битумной эмульсии и выполняется уже устройство нижнего слоя покрытия из А32НН. Это асфальтовая бетонная смесь, крупнозернистая, можно так сказать. И после уже введения всех этих мероприятий уже укладывается верхний слой покрытия из ЩМА-16. По улице Красных Коммунаров ремонт дорожного полотна будет выполнен на площади 13,5 тысяч квадратных метров. Предусмотрели и работы на инженерных коммуникациях, 17 смотровых и дождеприемных колодцах. Завершить обновление объекта планируется до конца июня. Дорога была в очень ужасном состоянии, очень было много неровностей, уже ямы были. Жители приходили, жаловались, автолюбители жаловались, родители. У нас рядышком находится ЦСО, это центр развития образования дошкольного и школьного возраста. Поэтому необходимо было здесь на сегодняшний день сделать дорогу. На всех объектах ремонта следует принципу многоступенчатого контроля. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в Самарской области реализуется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. В текущем дорожно-строительном сезоне в Самаре на средства нацпроекта отремонтируют 42 объекта. На 25 участках с задачами уже справились. Галина Топилина, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». На улице Галактионовской специалисты полностью освободили от инженерных коммуникаций территорию, на которой появится станционный комплекс. Ранее в историческом центре на участке улицы Вилоновской от корпуса технического университета до угловой части площади Куйбышева было вскрыто дорожное полотно. Здесь расположены две газовые магистрали разных диаметров, рассчитанные на среднее и высокое давление при подаче. Трубы будут пересекать тоннели метрополитена. Поэтому при перекладке подрядчик позаботился и о том, чтобы инженерные коммуникации были защищены специальными футлярами. Это необходимо, чтобы исключить влияние сетей на тоннели в случае аварийной ситуации. В районе Перекрестка, улиц Полевой и Новосадовой закончили разработку стартового котлована. В этой зоне метростроя начали монтировать башенный кран. Пока он останется в частичной готовности, чтобы в дальнейшем не мешать работам по сборке второго тоннеля проходческого комплекса. Все работы остаются под пристальным контролем и со стороны областного ведомства, и со стороны администрации Самары. Появление станции театральная позволит усовершенствовать транспортную инфраструктуру города, чему уделяет повышенное внимание и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В будущем, с открытием новой станции «Подземки», жители отдаленных районов смогут быстро и комфортно добираться до культурного центра города и обратно. Ну, метро есть метро. Невременные неудобства. Все правильно они написали. А потом будет метро, они за собой облагородят это место, сделают его чище, красивее. Я думаю, что это только на пользу людям. Одна из самых популярных скейт-площадок у тех, кто виртуозно ловит равновесие на доске, закрылась на ремонт. Полоса препятствий в Струковском парке приобретет современное антитравматическое покрытие. Подробности расскажет наш корреспондент Александра Гусева. Рамбы, перила, пирамиды с пологими скосами и дорожка с резкими поворотами. На скейт-площадке в Струковском парке представлены самые популярные виды препятствий. Она полюбилась самарским виртуозом с первых дней открытия. Люди со всего города приезжают сюда для оттачивания навыков. Вот и житель Самары Владислав Мурылев как минимум дважды в неделю выбирается со скейтбордом в парк. Это один из самых лучших скейт-парков, который у нас есть в Самаре. В Самарской области, скорее всего. Здесь в целом неплохие фигуры. Они сделаны в основном для скейтбординга, для самокатов. Полоса препятствий появилась на территории парка в 2018 году после реконструкции. С тех пор специалисты МАУ парки Самары внимательно наблюдают за состоянием площадки, периодически проводя косметический ремонт. В этом году было принято решение о необходимости дополнить площадку современным антитравматическим покрытием для обеспечения максимальной безопасности любителей сложных трюков. Работу начали сегодня. Прежде всего мы снимаем искусственное покрытие. Мы вычищаем весь грунт. Мы добираемся до основания. Закладывается туда каркас из арматуры и решетки, который впоследствии будет залит бетоном. И поверх бетона будет нанесено антитравматическое покрытие, которое традиционно мы привыкли видеть на детских площадках. Предварительно ремонт планируется завершить в течение двух недель. Для обеспечения безопасности посетителей место проведения ремонтных работ огородили. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События. В Самаре реализуется муниципальная программа поддержки предпринимательства. Представители малого и среднего бизнеса получают разные виды помощи, в том числе гранты на возмещение расходов по уплате процентов по кредитам. Подробности в нашем следующем репортаже. Сотрудница «Экопарка для семейного отдыха» Наталья Яковлева узнала о возможности получить грант от Самарского департамента экономического развития, инвестиций и торговли на одной из туристических выставок. Предприниматели подали заявку на получение гранта в виде субсидий на возмещение процентов по кредиту. В результате в департаменте приняли решение выделить бизнесменам 400 тысяч рублей. На эти деньги было закуплено современное оборудование для аквазоны и веревочного парка. «Экопарк очень активно участвует во всех программах департамента. Мы занимаемся социальной благотворительностью. И сегодня, в данный момент, на открытии аквазоны у нас присутствуют дети из, ну, участников СВО, скажем так, ветеранов СВО. Мы понимаем эту значимость, мы всегда открыты к этому». Муниципальная программа поддержки предпринимательства в Самаре работает не первый год. Только в 2022-м департаментам было выдано грантов на сумму 23 миллиона рублей. Поддержку получили 67 представителей малого и среднего бизнеса. В этом году на поддержку предпринимателей предусмотрено около 24 миллионов. «У нас нет разделения в видах поддержки для определенных групп или категорий предпринимателей. Мы оказываем поддержку всем видам экономической деятельности. Это может быть предприятие как туристической сферы, так и торговли. В том числе это могут быть предприятия производственные какие-то. Очень много выдавали грантов, которые пошли в итоге на закупку какого-то оборудования. То есть это тоже возможно». Специалисты департамента помогают собрать пакет документов. Оказывают другие виды помощи. Например, проводят консультации и помогают в составлении бизнес-планов. Самарский бизнес-инкубатор на льготных условиях предоставляет помещение. Андрей Бессонов, Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Итоги прошедших пяти месяцев подвели на заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Участники обсуждали результаты нововведения и статистику ДТП на дорогах Самары аварийность, а также инициировали новые меры для перевозок детей в школьных автобусах. Михаил Ермоленко обо всем подробнее. Благодаря мониторингу и анализу в Самаре по итогам 2022 года выявили 26 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Администрация города совместно с ГИБДД утвердила перечень мер, которые помогут устранить причины и улучшить условия, из-за которых в таких локациях происходит ДТП. Это одна из главных тем, которую разбирали на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. По итогам мониторинга дорожной обстановки в Самаре за последние пять месяцев 67 детей попали в ДТП. Чтобы свести количество происшествий к минимуму, ГИБДД настаивает на более тщательной проверке организации школьных перевозок. В летний период количество выездов на экскурсии, разные праздники, а также отдых увеличивается. Но качество перевозок не всегда соответствует требованиям, предъявляемым законодательно. При этом чаще всего организаторами таких выездов выступают не школьные администрации, а родители учеников, которые заказывают частные автобусы. Количество этих нарушений возросло со стороны самих перевозчиков, когда у нас эти автобусы не оборудованы, когда у нас отсутствует сопровождающая, не оформленная надлежащим образом документация. Сейчас на комиссии по безопасности дорожного движения мы этот вопрос рассмотрели. В адрес департамента образования города Самары будет направлено соответствующее письмо по результатам рассмотрения этого вопроса. В госавтоинспекции предложили поручить директорам образовательных учреждений наряду с родителями, следить за качеством и нести ответственность за перевозку школьников. Также на заседании комиссии первый вице-мэр Владимир Василенко предложил усилить работу лаборатории безопасности для обучения детей в летний период. Сейчас мобильный комплекс три раза в неделю доставляют в школы города, на площадке, где работают пришкольные лагеря отдыха. График переработают и задействуют все пять рабочих дней недели. Также лаборатория будет работать в парках, скверах и периодически на детских площадках. Во время обсуждения уделили внимание и вопросу аварийности на общественном транспорте, муниципальных и коммерческих маршрутах. В этом году произошло 48 ДТП. Чтобы и таких происшествий стало меньше, в Самаре на базе Центра организации дорожного движения планируется открыть Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортными потоками. Эта автоматизированная система позволит улучшить ситуацию на дорогах города. У нас на светофоры, ключевые в городе, установлен специальный контроллер. Это устройство, через которое можно управлять этим светофором. И, соответственно, вот вся информация о транспортных потоках через эти контроллеры будет переходить в Центр МОУ и, соответственно, можно будет управлять светофорами. То есть мы можем организовать зеленую волну. Говорили на заседании об использовании самарцами средств индивидуальной мобильности. Транспортная ситуация потребовала внесения изменений в правила дорожного движения. Появилась нормативная база. Заключили соглашение с операторами, которые предоставляют самокаты на прокат. Определили зоны для поездок с использованием средств индивидуальной мобильности и участки, где это запрещено. Установленный скоростной режим. В отдельных локациях допустимая скорость до 15 км в час. Ситуация на дорогах города улучшилась и в будущем станет еще стабильнее благодаря ряду подготовленных мер. Сейчас профильные городские департаменты, представители Думы Самары и надзорные органы разрабатывают изменения в правила благоустройства. Отразят и нюансы, касающиеся парковки транспортных средств. Фиксировались случаи, когда пользователи и оператор оставляли средства индивидуальной мобильности в непредусмотренных для этого местах. Поэтому урегулируют и этот вопрос. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Бесплатно получить образование и путевку в новую жизнь. В Самаре отдельные категории граждан могут пройти обучение по программам федерального проекта «Содействие занятости» в рамках национального проекта «Демография», а также в рамках национальной программы «Цифровая экономика России» проекта «Код будущего». Кому и какими специальностями можно овладеть, расскажет наш корреспондент Ксения Баканова. Учиться никогда не поздно, особенно новым, актуальным на рынке труда профессиям. В Самарском университете прошел круглый стол на тему «Государственное содействие человеку труда. Решение социальной задачи инструментами дополнительного образования и профессионального обучения». Встреча была организована при участии Национального исследовательского Томского государственного университета. Участники дискуссии рассматривали различные пути решения социально-экономической задачи, которую поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в послании к депутатам Самарской губернтской думы и жителям города. Глава региона подчеркнул, что за последние пять лет уровень безработицы снизился в два раза. Однако нужно продолжать улучшать этот показатель. Оказывается, у нас предложение по работе во много раз превышает количество имеющихся безработных. Причина прежде всего в том, что у нас нет необходимых компетенций у нуждающихся в работе, которые сейчас востребованы заказчиком. Сегодня у отдельных категорий граждан есть возможность бесплатно получить образование или повысить квалификацию. Таким правом могут воспользоваться пенсионеры, безработные, неработающие матери дошкольников, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. В Самарском университете имени Королева они могут пройти обучение по программам федерального проекта содействия занятости в рамках национального проекта «Демография», а также в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» проекта «Код будущего». Первое направление – это уже взрослое население, те, кто имеют какую-то подготовку, имеют специальность. Наша задача их переобучить, по сути, подготовить их к новой профессии. В этом году у нас закончили программу уже 200 человек, и в качестве примера могу привести такие программы, как ландшафтный дизайн, оказание медицинской и социальной помощи, основы юриспруденции и делопроизводства. Университет работает и с молодежью. Современный тренд – это цифровая экономика. Учащиеся в 8-11 классах, а также студенты колледжей могут начать бесплатное обучение IT-специальностям, научиться создавать сайты или освоить искусство киберспорта. Занятия проходят в дистанционном формате. По словам специалистов, важно рассказывать о том, что в Самаре есть возможность бесплатно получить новую профессию. Университеты – это голоса, это сердца регионов, это места аккумуляции знаний, передовых компетенций, это места, которые развивают и двигают науку вперед. Поэтому здесь, конечно, очень важно, чтобы вот эта история с комплексным информированием, с этим комплексным воспитанием, привлечением граждан к различным федеральным проектам, она была бы всесторонняя. Сейчас доступны проекты, которые полезно освоить каждому, например, те, что помогут научиться ориентироваться в управлении домами. Жить в частном доме или на квартирном доме – разница небольшая. Вам нужно включить газ, вам нужно разрешить вопросы с коммунальными ресурсами, элементарно с начислениями, как это проходит. Это первый момент. Но есть и различные много программ, в которых можно участвовать. Они могут быть от некоммерческого фонда или могут быть от коммерческих структур, где те же самые старшие по домам, инициативные собственники могут получать благо для своего дома. Участникам такие проекты дают возможность найти новую работу или повысить свою правовую грамотность. А образовательным учреждениям – скорректировать учебные программы под запросы рынка труда. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. Любви вся набережная покорна. В Самаре стартовал Волгофест, главная тема которого – любовь. До конца недели для жителей и гостей города будут работать образовательные и развлекательные площадки. Какие арт-объекты расположились на песке и что за сюрпризы ждут тех, кто отправится на пляж, выяснили наши корреспонденты. Старая набережная Самары превратилась в огромную арт-площадку. Мастер-классы, лекции и концерты – все это ждет жителей и гостей города на Волгофесте. В этом году фестиваль посвящен теме любви. Все очень с разных сторон к ней подошли. Здесь будет любовь, которая и травмирует, и лечит. Любовь, которая вдохновляет и создает что-то новое. В общем, все это мы сможем увидеть на протяжении вот этих дней с 13 по 18 июня здесь на Красноармейском спуске и вот на пляже. На входе посетителей встречает воздушная башня. Этот необычный арт-объект раскрывает тему эфемерности любовного чувства. Она надувается ветром, словно мечтами, и никнет от отсутствия воздуха. Мягкая колонна буквально тает, если ее приобнять. Также этот объект интерактивный, потому что в нем, как в трех соснах, можно заблудиться. В нем же можно встретить свою любовь, возможно, его можно обнимать, если вам одиноко. Я возьму за руку монстра – это мило и так просто. Побороть свои страхи и переживания можно при помощи вышивки. Замок для чудовищ – это не только выставочная площадка, но и место проведения коллективных практик. Вместо оборонительной крепости он становится воздушным розовым дворцом. Внутри него живут сказочные существа. Здесь любовь побеждает боль. Это и большой такой паблик-арт-объект, потому что он огромный, розовый, с дворцом. И одновременно это место коллективных практик. То есть любой посетитель фестиваля сможет зайти сюда и сделать свое чудовище. И оставить его здесь, потому что мы хотим, чтобы это место пополнялось работами людей. Если театр начинается с вешалки, то пляж с переодевалки. В этом году организаторы решили устроить конкурс пляжных кабинок. Со всей страны набралось около 80 заявок. Три лучшие работы теперь украшают набережную. И будут радовать любителей пляжного отдыха до конца лета. Каждый человек, живущий за Волгой, обязательно по утрам должен умываться волжской водой. И, собственно, после этого начинать свой день. А на сторону Волги выходит маленькое окошечко. То есть, заходя в эту кабинку, человек обязательно должен посмотреть на Волгу, вдохнуть и понять, где же он находится и что его ждет впереди. Настоящим сердцем фестиваля стал музейный городок. В этом году творческие пространства Самары объединились, чтобы найти тот самый объединяющий язык любви. У каждой институции своя локация. Например, в музее Модерна будут делать и ловцы солнца, будут делать и гербарии какие-то. Отделы экнографии музея Алабина будут делать тоже мастер-классы по созданию каких-то предметов из лыка. Нулевая комната – это галерея современного искусства в доме 77. Они будут делать мастер-класс по апсайкл предметам. То есть, все будут приносить какие-то вещи, и из них будут создаваться произведения искусства. По словам организаторов, посетить Волга-фест будет интересно как детям, так и взрослым. Каждый сможет найти занятие по душе. Самое главное, что это творческий процесс, что это творческий фестиваль, потому что мы дарим в начале лета хорошее настроение нашим гостям города и нашим жителям. И поэтому я всех приглашаю на Волга-фест. Впервые фестиваль распространится и на другие набережные региона. 17 июня этот праздник пройдет в Тольятти, Сызрани и Октябрьске. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. Он изображает на своих полотнах жизнь во всех ее красках. Областной художественный музей представил своим посетителям выставку работ известного самарского художника Вадима Сушко. Открытие приурочили к 85-летию со дня рождения и 60-летию творческой деятельности художника. Наша съемочная группа познакомилась с творчеством автора. Яркая узнаваемая манера самарского художника Вадима Сушко позволяет сочетать в одном произведении черты экспрессии и яркой декоративности. Такой синтез наделяет работой зарядом бодрости и позитивных эмоций, которые невозможно не прочесть. Очень понравилась выставка. Наверное, по большей части разнообразие красок и сюжетов. Я люблю, когда все ярко, разноцветно и есть какая-то идея, задумка, и она понятная. Из 85 лет жизни Вадим Сушко 60 лет посвятил творческой деятельности. Именно к этим памятным датам приурочена выставка, открывшаяся в Самарском областном художественном музее «Художник на празднике жизни». Здесь представлены многочисленные работы Вадима Викторовича, созданные в разные периоды творческой жизни. Если мы вспомним нашу историю, 50 лет назад открывалось художественное училище, и он был во главе этого открытия. А ГМК-62 – это такое яркое объединение талантливых людей начала 60-х годов. И у стоков стоял Вадим Викторович Сушко. Сушко – это наша история. И вот так приятно, что эта история рядом, что он работает, он живет, он радуется. Один из самых ярких периодов творчества пришелся на время Хрущевского оттепеля, когда Вадим Викторович входил в группу художников-шестидесятников ГМК-62, чьи работы производили сильные впечатления своей новизной, свежестью и выразительностью языка. Молодые художники открывали для себя и публики своеобразие и красоту древнерусских городов, соборов и монастырей. Некоторые из этих работ были представлены в Самарском областном художественном музее на выставке «Художник на празднике жизни». То, что здесь представлено, это одна сотая, если не тысячная. Все в основном у меня еще осталось в мастерской. Я уже 44 года живу в Виновке. Ну как живу? Купил дом и летом я там. Особое место отведено виновским работам Сушко. В последние десятилетия художник каждый лет отправляется поближе к Волжским берегам. Здесь из-под легкой руки Вадима Викторовича выходят не только пейзажи. Его интересует все, что характеризует народный быт. Гуляние на Масленицу, выходная банька – вся культура российской глубинки. Художник талантливо рассказывает об этом зрителю посредством искусства. Познакомиться с творчеством Вадима Сушко можно до 23 июля. Александра Гусева, Константин Головин. События. Самарские спортивные команды готовятся к новому сезону. Баскетбольный клуб «Самара» и «Гандбольная лада» проводят активную трансферную кампанию для усиления своих коллективов. Баскетболисты «Самары» в минувшем сезоне заняли 10 место в чемпионате. Атальятинские гандболистки остановились в шаге от призовой тройки. Подробности в рубрике «Новости спорта». Баскетбольный клуб «Самара» активно проводит летнюю трансферную кампанию. Команду покидает Кейси Риверс. Он сыграл за Волжан 30 матчей, в которых набирал 8 очков в среднем за игру. А состав самарцев пополнили защитник Джастин Роберсон из Пармы Пари, многократный чемпион единой лиги Михаил Кулагин из Уникса, форвард, член сборной России Илья Платонов из МБА и защитник Иван Викторов из Енисея. Изменения в межсезонье произошли и в гандбольном клубе «Лада». Новым главным тренером команды стал белорусский специалист Дмитрий Тихон. Ранее 45-летний тренер работал в Кронане из Гродно, был в штабе молодежной сборной Беларуси, затем тренировал за границей, а в 2022 году вернулся в родную страну и приступил к работе с Мешков в Брест, вместе с которым выиграл чемпионат Беларуси. Состав «Лады» пополнила и белорусская гандболистка Алина Кишко, которая ранее выступала за южнокорейский Пусан. Молодежная сборная России по футболу Ю-21 проводит сборы в Москве. В составе команды тренируется и вратарь самарских крыльев Советов Данил Веселов. У россиян запланировано два контрольных матча в Беларуси. 15 июня молодежка сыграет со сверстниками из сборной соседней страны, а 18 июня с командой «Торпеда БелАЗ». Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих площадках. Администрация Самарского района Самары сообщает о встрече с жителями Тома 42 по улице Галактионовская, которую провел глава района Роман Радюков совместно с депутатом губернской думы Романом Балтером и представителями управляющей компании. Вместе с жителями они рассмотрели вопросы обслуживания жилого фонда, оплата коммунальных услуг. Совместно наметили пути решения возникающих проблем. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары рассказывает о том, что такое гостевой режим. Это хорошая возможность ближе познакомиться с ребенком перед оформлением опеки или усыновления. В идеале лучше, чтобы в семье были и отец, и мать, но гостевой режим могут оформить и одинокие люди. Гостевая семья, как правило, принимает ребенка на небольшой срок, от 1-2 дней до 1 месяца. Обычно это выходные или каникулы. Длительность, периоды, конкретные сроки определяются организацией, где находится ребенок. Если у ребенка есть брат или сестра, то дети передаются вместе, за исключением случаев, когда по медицинским показаниям или по желанию самих детей это невозможно. Мнение и пожелания ребенка, в том числе периоды и сроки пребывания в гостевой семье, тоже всегда учитываются, а с 10 лет его согласие обязательно. Для оформления гостевого устройства необходимо положительное заключение органа опеки. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. А выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!